Продолжение следует... Он будет посвящен игре в покер с большой буквы, игре, которая и составляет ту жизнь человека, который этим занят. И самое главное, мы разберем, какие препятствия нужно преодолеть, какие рифы, мели, овраги ждут вас в этом океане жизни, какими способностями и талантами нужно обладать. Потому что, как говорится на скрипке, играет тот, у кого хороший слуг. Так вот, игра в покер тоже требует неких талантов. Мы о них тоже поговорим. Но самое главное, как поддерживать вот это спортивное мастерство, кураж, даже если вы обладаете талантом и умеете играть, в покере должны вы понять, проигрыши неизбежны. Ни вы, ни любой другой игрок в покер не может изменить эту истину. И самое главное, не вам, лично вам выбирать, в какие дни вы будете выигрывать, а какие проигрывать. Но самое главное, нельзя терять квалификацию. Нужно постоянно играть, несмотря на проигрыши или плохое настроение. По поводу настроения мы с вами отдельно посвятим роликов 5, где я дам вам техники, как создавать это настроение. Ну, новичкам я что могу сказать, потому что этот плейлист и новички посмотрят. Ну, новичку можно сказать, что можно научиться за полгода играть, изучить комбинацию карт. Но, честно, сильно ошибается тот человек, который, думая, что он изучил комбинацию карт, ждет, что ему выпадут определенные карты и мечтает заработать. Заработать на игре. Игра сопровождается выигрышем. Но игра есть жизнь. А если вы пришли в игру, чтобы типа заработать, как в лотерею, у вас не будет денег и вас сожрут. Ведь поймите, кроме вот этих понимания правил игры, важным умением в покер является анализ. Анализ решений, анализ ситуации, анализ противника. И этот анализ приведет к тому результату, который вы желаете. Во время игры часто бывают такие ситуации, когда ты принимаешь правильное решение, ну, все, как по букварю. Ну, проигрываешь банк. А, бывают и такие ситуации. Вроде бы глупость совершил, а забираешь банк. Когда принял какое-то неправильное решение. Это игра все-таки. Как и в жизни бывает. Неправильно что-то сделал, а бах, и получил премию. Так вот, для достижения успеха нужно обязательно учиться объективно оценивать и собственную игру, и быть самокритичным. Ну, так же, как и в жизни. А не только знать ситуации. Исследования показывают, а психологи очень плотно и с какими-то даже тестами исследуют вот эту игру, жизнь, покера. Важно понять, что люди склонны приписывать свои успехи своим качествам. Я такого, я выиграл. А вот неудачи объяснять какими-то внешними обстоятельствами. Не в той руке сидел, да вообще настроения не было, да и тут карта не та пошла. Вот поймите, вот существует игра в покер. И плохие игроки ошибочно объясняют свои победы умением играть. И когда продолжают эту игру, а на самом деле, может быть, им в этот момент просто повезло. Потому что ты должен научиться анализировать решения, анализировать свои поступки, а не анализировать результат. Результат, он есть результат, который вы берете и превращаете в кэш. Поймите, когда вы анализируете ситуацию, а не говорите, вот я тут выиграл и все. Тогда ваши следующие решения будут правильными. Вот этот плейлист этому и будет посвящен. Мы многое поговорим об этом. И вы зададите темы, и вы будете писать комментарии. Да и просто обращайтесь ко мне. Мы что-то, может быть, снимем совместно. Вот подписывайтесь на этот плейлист моего канала. И я думаю, что из всех моих плейлистов на канале, а у меня там более двух тысяч роликов, этот плейлист даже покажет тому человеку, который не играет в покер, что такое жизнь. Потому что игра в покер – это концентрированная жизнь, где происходят мгновенные решения, мгновенные трагедии, неудачи, успех, взлет. И это приучит человека в обыкновенной жизни, вялотекущей, принимать решения, расширять зону комфорта, быть успешным. Успешным и в бизнесе, успешным и в знакомстве со своими парами, со своими женщинами. Я жду вас на канале. Пишите, звоните. Мы вместе.